Приветствуем вас сердечно, дорогой Леонид Григорьевич. А мы с Игорем Николаевичем специально сели, чтобы с вами поговорить. Я одну минуту буквально скажу, чем я занимаюсь. Я обучаю людей в школе Человек будущего Homo Futurus. У нас очень много-много сотен тысяч подписчиков. Тому, чтобы они стресс, энергию стресса могли перенаправлять на созидательную деятельность. Не так, чтобы стресс мог их заслонить от всего мира, от всей жизни. И чтобы они оцепенели, застыли, окаменели или побежали куда-то, не глядя. А чтобы они могли использовать стресс как энергию. Энергию стресса. Например, стресс возник, а он в этот момент вспомнил, что ему надо дорисовать картину. И энергия стресса пошла в этом направлении. И вечером берет кисточку и дорисовывает картину. Или изобретение делает какое-то. То есть, как использовать энергию стресса в желаемом направлении. Вот этим я занимаюсь. А вот Игорь Николаевич как раз-таки сейчас. Ну, мы с ним придумали такую вещь, чтобы люди, люди, чтобы не были подначальным авторитарным управлением. Потому что это в армии, может быть, у вас обязательно это нужно, чтобы человек мог выполнять команды. А в жизни же он должен быть творцом. В армии у нас дедовщина. Да. Ну, это современно. В идеализированной, конечно, армии без начальства быть не может. А в обычной жизни, когда каждый человек творец, безусловно, необходимо, чтобы человек был свободен. Ну, так. Как было? Спасибо. Я представлюсь зрителям коротко. Ну, отставной военный, военный профессионал, но много лет я уже занимаюсь наукой. И где-то уже более 30 лет, по сути дела, этой наукой является геополитика. И докторская моя была первая в Российской Федерации. Эволюция геополитического развития России. И более 20 лет я возглавлял Академию геополитических проблем. И почти 20 лет я преподавал геополитику МГИМО. Ну, и затем в Рингвистическом университете города Москвы. Так что, подчеркну, почему я влажу в разные сферы, в том числе в медицинские даже. Потому что главной категорией геополитики является пространство во всем его многообразии. Игорь Николаевич, да, много лет является вице-президентом Академии. И мы расширяем пространство, вот, не только как географическое, но пространство сознания. Мы давно уже говорили о том, что должен состояться переход от трехмерной модели пространства к многомерной. И поскольку человек является тоже живой сущностью, живым пространством, вот, очень весьма сложным пространством, мы занимаемся в том числе и человеком, его сущностным пространством. Вот, я коротко представил. Ну, вы все знаете так. Так что, я хочу сказать вам, у вас же книга, я вчера взялся и ее начал читать. О перевернутом мире. Очень интересная книга. Я вот у вас будет смотреть, всем рекомендую посмотреть там. А что за книга? У меня 20, вот, 20-я уже лежит. Основная геополитика русской цивилизации. Перевернутый мир, кажется, называется. Опрокинутый мир, да. Опрокинутый мир. Я вчера только это увидел. Вчера только увидел. И сегодня буду читать. И всем рекомендую, кто нас сегодня будет слушать, и завтра будет слушать, чтобы все посмотрели. Убраченный мир рекомендую. Да, да, да. Там много ссылок на Игоря Николаевича, у которого я много учился. Многому. И поэтому вот мы и выступаем, потому что развивать нужно интеллект. Интеллект. И второе мы вчера вот с вами обговорили. Сократа. Познать самого себя. Вот это важно. В школе даже такого предмета нету. Познай себя. Хотя все об этом говорят. Надо начать. Это главное сейчас. Путина потом будем, наверное, тоже изучать как классик. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, готовность человека потенциальная есть к тому, чтобы жить без стереотипов, страхов, шаблонов мышления, подражанием авторитетам, чтобы он мог мыслить свободно? Вот я уверен, что каждый из нас подсознательно пытается мыслить свободно. Вот когда он, например, находится в состоянии такой глубокой душевной безмятежности, когда мысли протекают у него как облака в голове, ничего внутри не задевая. Вот он там находится в этом состоянии как бы нирваны, в этом состоянии внутренней свободы. Или когда музыку слушает, или когда глубоко задумается, когда замечтается. Вот у него происходит это событие. Но самое главное научить его это получать осознанно. Чтобы он не спонтанно это получал, а получал осознанно. И вот я думаю, что в этом весь секрет, чтобы человек... Вот девочка, которая уставшая, сидит на уроке и задумалась, глядя в окошко. Она ведь тоже в нирване находится. Но у него это произошло по механизмам работы мозга, как защитная реакция спонтанная. А Будда учил людей вызывать это осознанно. В этом вся разница. И когда человек осознанно получает это состояние нуля, он там может перенаправлять свою мотивацию, намечать планы и цели, которые хочет, чтобы потом легче решались, изобретать, создавать. Вот как вы к этому относитесь? Готов сегодня человек принять эти идеи? Или ему надо тысячи лет еще для развития? Нет, человек, безусловно, готов. Готов. Мы просто сделали зигзаг, зигзаг, вот в своем развитии. Заблудились и пошли куда-то... Это я говорю о всем человечестве. Посмотрите, как строилось человечество. Вот вы Будду упомянули. Но Индия – это особый, это, я считаю, самая древняя цивилизация на планете. Вот китайцы оспаривают там, но полагаю, что Индия. И, кстати, первый на планете университет, в котором изучались 40 предметов и полторы тысячи было студентов, это задолго до нашей эры был создан именно в Индии. И индусы, вот, они постигали жизнь, и они заложили нам, первые, что человек – это не только земной житель. В Рерих, побывая вот там в Индии, в Гималаях, он рассказал, что человек прежде всего гражданин космоса, а потом уже Земли. Вот. И поэтому вот я в своих работах, у меня уже 20 работ, я развиваю мысль, что ничего вот на планете, я там привожу, значит, Игоря Николаевича, там семь Нобелевских лауреатов, которые говорили, что всё произошло не случайно, не от этого взрыва. Да. И действительно, вот есть замечательная работа Николая Яковлевича Данилевского, ну, самая знаменитая «Россия и Европа», где он вот как раз закладывает, что нет общей истории человечества, нет общего человечества, вот. И он говорит, что есть культурно-исторические типы, я препарирую, то есть культурно-исторические типы, которые, там есть признаки, период рассвета становится мировыми этнокультурными цивилизацией. И вот история этих типов, она, совокупность истории, она есть история человечества. Да. И я вот это препарирую, а Данилевский закладывает в другой своей работе критика дарвинизма. Да. Он закладывает как раз вот это, что, ну, разбивает в дребезги этого Дарвина, что всё у него на случайностях, случайно, случайно, случайно. Да. Он говорит, не может это быть, и причём там, ну, жизнь показывает, ну, нигде там получеловека, полуобезьяны сейчас. Особенно критикуешь, что человек зародился. Вот. И я отталкиваюсь вот от этих работ, значит, и рассматривая эволюцию человечества, вот я говорю, вы затронули Будды. Посмотрите, сначала появляется элита в лице древних этих философов, там Сократ, Платон, ну да, Гераклит там, да, Пифагор потом в математике и так далее. Вот. Закладывается. И эти знания, вот вы не найдёте, от кого они получили. Да, они учились там друг у друга, Платон там у египтян и так далее. Но эти знания текут откуда-то, значит, ну, скажем так, сверху. Они уже существуют, да. И вот этот поток знаний идёт. Вот. И как раз вот Будда, он же, по сути дела, и философ там, и, ну, как у нас Иисус Христос и так далее. И вот эта элита, которая несёт по земле знания, индусы, естественно, они... Они откуда берут? Вот это интересный вопрос, да. Вот вопрос. А вопрос, вот, Игорь Николаевич в своей работе «Философия неносильственного мышления», там, значит, он как раз вот говорит о разуме, о неиссякаемости разума и об учении Христа. Об учении, да. Так вот, эти знания Христосу пришли вот именно сверху. Это нормальный человек. Отвуха. Так же, как Платону, Сократу, Аристотелю, там, Гераклиту и всем вот откуда-то эти знания приходили. И если системно взглянуть вот на греческую философию, там, посмотрите, Сократ даёт, значит, ну, говорит, познай себя, познай свой человек, свой потенциал. Платон, всё сущее имеет идею. И дальше какая? Благая идея, Игорь Николаевич сразу вспоминает, благая вещь, там, у Иисуса Христа. Да, 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 да. Затем, посмотрите, появляется, я иудаизм не буду касаться его там, Бог там какой-то, у нас зримое всё, Будда это зримый человек, который сидел вот на этих потоках знаний, которые направлялись искусственно. Греческие философы – это живые люди, которым тоже шло. Затем появляется Иисус Христос. И вот то, что он там вот показывает, я вот недавно там ещё помогал одному человеку там писать об этом. Вот, и вот мы, Тори Славёровым тогда, я кого-то из академиков спрашивал, говорю, а вы скажите, в теории может человек пойти вот по глади воды? Он, ну, теоретически может. Может, то есть то, что он вот там лазеря оживлял и так далее, физически это возможно. Вот, возможно, это потенциал человека, если он напрямую там с космосом связан и так далее. Вот, то есть он показывал вот эти возможности. И его, ну, в учении, говорит, Игорь Николаевич, подскажите, там, этот человек должен идти к Богу. Человек должен быть. По образу и подобию. Да. По образу человек должен себя строить. По образу и подобию. Но и мы, когда по образу и подобию, сразу свой портрет, наверное, вот я там чём-то похож. Нет. По образу и подобию, это значит по уровню интеллекта, по уровню разума. По творцам. По образу потенциала. То есть человек должен быть ориентирован не на деньги, а на высшую суть в этом мире. Вот это вот основное. Вот тут момент. Иудаизм ориентирован на деньги, а настоящий, свободный человек, он ориентирован на высший разум. И поэтому за него эти идеи исходят. Бог творец, а стало быть Бог в человеке, это творчество. Очень простая фраза в Евангелии. Не можете служить Богу и мамоните. То есть надо, и вот человечество, вот я сегодня, даже вот раньше я и студентам говорил, вызывали мы дискуссии. Вот, Леонид Григорьевич, а как жить вот? Я говорю, а посмотрите, как живёт животный и растительный мир, мы по-другому жить не можем. Они живут видами, под видами, но посмотрите, каждый вид и каждый подвид функционален. Мы видим птицы, они хотят там поплавать, ныряют, рыбку ловят, но их функция летать. И вот каждая мировая этнокультурная цивилизация или культурно-исторические типы, вот, по Данилевскому, это есть вид. И от него там мировая цивилизация, это виды. Вот, а от него там растекаются под виды и так далее. И посмотрите, какая гармония в природе. Да, есть хищники, есть, значит, там травоядные, вот, есть, вон, миллионы там эти косяки, мы видим, мелких рыб. Они рождаются для того, чтобы кормить, ну, более крупных там. Хотя их более крупных называем хищниками, а это их корм специально создан здесь, да. Вот, и поэтому мы должны не, вот, воевать в природе нет этого, что вот один вид уничтожает другой. Ну, мы видим прайды львов, они, да, поймали антилопу самую слабенькую, и здесь Дарвин прав, наверное, идет вот эта эволюция, отбор. А там уровня, и вот это вот пожирание одного другого, там, мошек пожирают, там, крокодилы и прочее. А, да, ну, это, ну, даже вот эта мошкара, вот, мошкара, вот, наблюдать вот нужно, они все равно какую-то пользу приносят, или являются просто кормом, да. Вот, и нам нужно, вот, что я пытаюсь вот своих работах определить функционал. Так вот, до уровня человека вот это из животного произошло, и человек уже имеет выбор быть животным или быть человеком. А человек это, в индийской философии есть такое, много школ, как вы знаете, и там есть такое понятие самосветящий свет сознания. То есть, может быть, это свойство человека, то есть, никто ему ничего не закладывал, просто как у магнита есть. Это просто у него наличие разума, а этот человек выделяется из всей остальной живой природы. И у него есть выбор, он может как раз-таки не подчиняться. Здесь остальной мир живет по программам определенным, а человек способен развивать. Вот, я опять вернусь к Данилевскому, но не только к нему, и к другим там, значит, вот, нашим евразийцам особенно. Вы понимаете, вот он показывает, что каждый, рождается там народ, нация, вот. Затем, значит, одни, вот как Китай, например, там, ну, моноцивилизация, по сути дела, другие, там, Египет таким был, там, и так далее. Вот, но многие, вот, как, например, СССР был, это цивилизация совершенно другого типа, многонациональная. И, 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 да, как раз... Я же, кстати, как раз кузница многих национальностей. Да, вы знаете, вот, мне Данилевский чем еще импонирует, да? Тем, что он, ну, говорит, что все народы рождаются на планете с перспективой стать культурно-цивилизационным кодом или основой его, фундаментом, или войти. Да, но не всем это удается. Некоторые, вот мы говорили о рыбах там, которые, и мошкара, которые... Некоторые народы проживают, чтобы быть этнографическим материалом для других. И он там Финляндию приводит, да. Вот самостоятельное, но подпитывание. Да, но все народы проходят испытания, испытания. И испытателями являются вот те огромные империи гунов, татаро-монгол, османов он туда вводит. И называют их бичи божьи. Испытывают другие народы на выживаемость. Вот, и дальше вот он приводит, что, ну, приводит 10 культурно-исторических типов, 10 мировых цивилизаций, которые вот отработали и ушли. Ну, Китай и Индия там остаются, да. Но, каждый вот посмотрим, что дали египтяне нам. Да, мы до сих пор не можем понять ни предназначения пирамид, там, ни каких-то других, там, астрономических этих рисунков, эти разгадываем, там, космические рисунки, которые там, ну, даже если верить этому, 5,5 тысячи лет. Хотя говорят, что египтяне гораздо раньше. Вот, то есть, они одни цивилизации, ну, опять же, к природе смотрим, вот, выполнили свою функцию и ушли. Но они и Вавилон, няне принесли, там, и египтяне принесли, индусы очень многое принесли, приносят китайцы и так далее. И вот, Данилевский говорит, что есть там, ну, однотипные, там, многотипные, да. И вот, посмотрите, некоторые там ушли, вот, из 10 культурно-исторических типов, значит, вот, остались только два. Вот, это Китай и Индия. Выполнив одну задачу, вот, ну, Игорь Николаевич лучше знает, а мне это Дмитрий Федорович Устинов говорил. Что нельзя, вот, они создали там ракету или самолет, да. А я, как раз, Ростислава Павловича Беряков докладывал им, а я сидел там, значит, помечал, да, этот МИГ, руководитель МИГа. И вот он показывает МИГ-29, все запускать уже там в производство, ну, на испытании производства. Дмитрий Федорович задает ему Устинов, тогда министр обороны. Говорит, Ростислав, скажи, ты заначил, много заначил, а я сижу, мне надо кратко конспектировать для истории, ну, в совершенно секретной тетради. Он говорит, Дмитрий Федорович, вот, честное слово, самую малость, самую малость. А у нас заначил, значит, ну, сейчас понятно, вы нас сразу поняли. А тогда я не могу понять, заначил, карман и так далее. Он говорит, ну, давай, Дмитрий Федорович, да если я скажу, вы отберете, отберете меня. И вот представьте меня, молодой офицер там, да, вот, понять. И я, да, и он, значит, говорит, Дмитрий Федорович, ну, вот я вам честно скажу, вот три момента. Там, значит, разбег самолета, значит, набор высоты, говорит, немножко. Вот, потом, значит, что-то еще там с нагрузкой немножко, значит. И третий, Дмитрий Федорович, нет, 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 давай скороподъемность, Ростислав, забирай и у тебя, и все. И я сижу, ничего вот из этого разговора понять не могу. А потом уже, да, на отдыхе находились, и я, Дмитрий Федорович, я говорю, ну, вот вы там, Ростислава Павловича. А он мне говорит, Лень, ты понимаешь, ты же видишь, что распоряжение ЦК и Совмина задается новая модель вооружения там, да, системы. Ну, более простые, просто распоряжение правительства, вот, а здесь постановление ЦК и Совмина. И, говорит, ты же видишь, сроки ограничены, вот, и люди, мы же с тобой, говорит, бываем, вот ты ездишь, ты видишь, люди, говорит, выкладываются, и интеллект весь, ты думаешь, говорит, вот он сидел там в своем КБ и так далее, а потом приходит, да он ночами, говорит, не спит, он все думает, мозг работает, да. И, говорит, люди, значит, да, вот есть ТТЗ, они в ходе работы, Игорь Николаевич, лучше нас с вами знает, выходят на новые параметры, можно там скорость увеличить, можно все, но, во-первых, это будет затяжка по времени, потому что увеличиваешь один параметр, надо согласовывать со всей системой, самолёту там и так далее, вот. И, говорит, люди, ты же видишь, говорит, только принимаем на вооружение, и завтра же задаём уже постановлением правительству модернизацию, М-1, модернизацию. И, говорит, а людям нужно просто отдохнуть, говорит, там где-то, побыть семьями. И у них уже, говорит, маленькая задачка, как правило, стараются на М-1, говорит, сохранить вот какие-то наработки по первой модели. Вот. И вот действительно, вот таким образом, что человеческий мозг, человеческий вот этот разум, вот. Это у Лавёрова, по-моему, были, я задавал вопрос. Я говорю, скажите, а мы знания делаем, вот, производим знания, работая, значит, над собой там, над диссертацией, или же мы ищем и получаем их? И вот от этого ответа, ну, по-моему, Лавёрова Николай Павлович, он говорит, да, я сам об этом думаю. Ну, а дальше почитайте того же Эйнштейна там, ну, вот я привожу в своих работах там семь этих Нобелевских лауреатов, там, и по химии, и по физике и так далее. И они все говорят о том, что вот без высшего разума мы ничего бы не могли сделать здесь на планете. Поэтому интеллект, который, значит, при особом типе развития, когда он начинает с космическим интеллектом работать, а интеллект – это космическое явление, он уже обретает разум. Но разум – это не только знание, это и мудрость поведения, отношение друг к другу, отношение к природе и так далее. И вот Игорь Николаевич говорит, и только интеллект единожды возникнув, не может быть уничтожен, потому что он находится в постоянном развитии. Интеллект переходит в разум. Так вот, нам сейчас нужно учиться жить у животного мира человечества. Нужно жить, учиться у природы. Посмотрите, да. Согласие, в согласии. Жить в согласии, гармонично развиваться. Жить в согласии, да. Синергетически общаться, чтобы не конкурировать между собой, не враждовать, не воевать, а вместе создавать. Да, и вы понимаете, вот еще я затрону, потом помолчу, послушаю с удовольствием. Вы знаете, вот это теория того, что в результате хаоса планета, ну, теория энтропии, да. Там нагревается все, обязательно, значит, мы там когда-то погибнем. И Путин, пару раз я от него слышал, что да, но это будет 5-6 миллиардов лет. Так вот, у нас в 1893 году один молодой физик, Сергей Алексеевич Подолинский, не согласился с этим энтропийным подходом. И он выявил, что да, есть энергия, ну, злая, что ли, там, энергия, там, связана с войнами, разрушениями, негативная вот эта энергия есть. Но есть и свободная энергия, позитивная. И он как раз показывает, посмотрите в природе, никто не инвестирует там ни рубля, только зарабатывает. Но она цветет, выдает, значит, и картины вот из цветов, и вообще чудеса вот этой красоты. И дышит кислородом растительный мир там, и горы дышат, и так далее. И вот Подолинский как раз говорил, а потом Побес Георгиевич Кузнецов пытался развивать, что вот соотношение злой, темной энергии вот этой, и соотношение вот этой красоты, добра, музыки, песен, оно должно быть в пользу вот позитивной. У нас же человечество сегодня, вот, Паладим, и мы, Россия, не на последнем месте, где-то даже в лидерах, чтобы гадость кому-то сделать. Ну, он посмотрит сегодня. А вот зато Европу замерзнет Европа, зато там этим покажем там и так далее. Вот нужно менять сначала в сознании, вот это отвергать все негативное злое, то есть читать нужно учение Христа. Десять заповедей. Вот я говорю, сначала вот эта элита мировая, которая понесла здание, там греческие философы, там индийские философы и так далее. Затем для масс появляется Иисус Христос, после него там Аллах, пророк Мухаммед, вот, пророки они, они вот оттуда получают, несут. Вот, это уже приземление как бы, а как вот массы должны себя вести каждый человек. Вот это христианство, затем магометанство, вот, пошло уже для бытовых. Но вот у меня вопрос. Вот сегодня мы с вами говорим сейчас, что бы мудрого ни сказало, ну, посмотрят там несколько тысяч человек. А тогда не было ни телефонов там, ни самолетов, ничего. Как по всему миру шла вот эта волна христианства. Вот как узнавали люди. Посмотрите, сколько мы слышали на нашем веку. То там на Украине какая-то богиня, то кто-то себя богом там объявлял. И по сей день это идет. Никто уже, телевизоры есть, все, никто не идет. Вот, а тогда по всему миру вот христианство, а затем ислам, как распространялись. Вопрос. Значит, божественные силы. Конечно. Большее время было гораздо, но тем не менее распространялось, потому что это была истина. Да, ну, и какие репрессии. А посмотрите, что творила эта католическая вот эта инквизиция. Да, это уже наследие. Страх там, ведьм там, Жордана Бруна. Посмотрите, что творилось. Все равно вот выжило все это. Выжило. Потому что люди стремились, вот, Игорь Николаевич, правильно, к истине. И сегодня вот подходит такое время, что будут выключать телевизор, вот, а слушать. Будут обращаться действительно к Богу. Да, да, да. Тут вопрос Эйнштейн, когда его спрашивали, почему вы как-то говорите, что верите в Бога, а в другой раз говорите, что не верите в Бога. Он имел в виду, он говорит, я в зависимости от того, с кем разговариваю. Потому что я имею в виду, что Бог не личность. О! Потому что некоторые люди, они просто думают, что это нечто такое, большой-большой человек, который сидит там. Да, где-то там в небе плавает. Где-то в небе плавает, и по его воле решаются. А на самом деле это суть, которая объемлет весь мир. Да. Вот это самая большая тонкость. Это структура. Это не структура, это суть. Суть, да, суть. То есть, если вы сказали структуру, значит уже диаметрия. Да, да, да. Вот теперь вы правы. Вот скажите, пожалуйста, суть, что такое суть? Вот там в Индии, они говорят, атман есть брахман. В математике это называется фундаментальная аксиома. Да, вот она как? Из которой следует все. Да, но она где? Она где? В атомах? Нет, нет. Она в иррациональном. Там метрики нет. Вот, вот, вот вы это расскажите. Это очень интересно, потому что есть люди, которые буквально вещи понимают, есть люди, которые понимают философские. А есть точное понятие математическое. Так. Вот, например, человек, в отличие от животного. Животное, вы сказали, я очень согласен, запрограммировано инстинктами и ведет себя в каком-то коридоре действий. И поэтому появляется человек, потому что человек никогда не помрет, ни при каких, как мамонты выжили. Человек помрет разум. Не погибнет. Разум не погибнет. Мамонты вымерли, когда ледниковый период пошел, потому что они же... Сейчас понимаете, в чем дело. Максимум, что Земля выдерживает 9 миллиардов человек. Так. И основная задача предстоящего периода – это поиск форм дальнейших существования разума. Как это будет, мы пока не знаем. Вот все мысли сегодня должны быть направлены туда. Если 9 миллиардов человек или даже больше будут сотрудничать, а не убивать друг друга, они же выживут, они же изобретут. Что это такое? Нет. Если вы посчитаете, это все в математике посчитано. Сколько нужно времени, чтобы биомасса людей при этом способе размножения превысила массу Земли. Это совсем немного времени оказывается. А этого, в принципе, быть не может. То есть вечными люди быть не могут, иначе планеты... Разум вечен. А в каких он формах будет, это он определит сам. И мы именно сейчас должны заниматься этими вопросами. То есть разум вечен. Ну, библиотеки, например, книги, например, произведения... Это одни из форм, которые были раньше. А какие будут дальше, мы пока не знаем. Вот теперь мы будем искать, как сохранить разум на планете. Он должен быть активным. Не на планете, а в мире, во всем. Это очень интересно. Я в отношении вот Бога, Бога. Я в опрокинутом мире даю там мое понимание сущности Бога. И я исхожу именно из энергии. Вот наши слова, наши мысли. Вот, кстати, есть хорошая книга. Это наша академия там, Кеффелеву продвинули. Этот Дэвид Гамильтон, практикующий британский врач сегодня, издал книгу, он там небольшая, она у себя. У нас перевели, вот Игорь Федорович Кеффелев занимался. И издали в Санкт-Петербурге, ну, тиражом 3000. Это 3000 экземпляров. Она называется «Мысль имеет значение». Я почти во всех работах, вот последних, ее привожу. И он говорит, каждая наша мысль, значит, ну, во-первых, воздействует через, значит, возбуждает вот эту систему там пептидов и влияет на организм человека. А, значит, мысль, там однообразная, единая мысль, там большой массы людей не может не влиять на нашу реальную действительность. Имеется в виду коллективное сознание, общественное мнение или что имеется в виду? Это первое. Вот я везде вот говорю, что первично энергия. Энергия. Энергия мысли. Энергия слова. Энергия вот масс людей думающих. И вот там как раз вот у этого Гамильтона как раз посмотреть, что каждая мысль, значит, она вот энергетична. Даже он говорит материально. Я развиваю вот это. И мы в Академии там обсуждали, развивали. И вы знаете, я, значит, знаю, вот был такой Махариши, философ индийский. Это в наши времена, ну, по-другому, у нас тогда. Вот. У него, значит, ну, потом Сатья Баба. Вот. А к нам приезжали сюда летающие йоги. И пригласили, прочитали нам там, значит, я еще на службе был. И потом пригласили в Голландию всех представителей стран СНГ, в штабе СНГ. Вот. Мы полетели в Голландию. И они там демонстрировали летающие йоги. Вот спортивный зал, значит, сидят. Подпрыгивают вот так вот. Не подпрыгивают. Не подпрыгивают. Силой мысли они вот сидят там, пожалуйста, проверяют. Все просят только тишину. И включают там. Только мы были. Просили вот, чтобы мы вели себя разумно. Так, пожалуйста, проверяйте, ничего никаких вокруг нет, и вот идёт такой, не музыка, а звук какой-то там, типа, вот так в зале, да, и они вот так сосредотачиваются, поднимаются вот так, ноги сложив и так далее, поднимаются, и где-то до полутора метров прилетают, силой мысли заставляют. Ей-богу, вот нет границ моему великому вам уважению, нету, я искренне вас уважаю, но я работал с ними, в институте профилактики приезжали их инструктора в Москве, я видел, как они это делают, кого они учат, это много людей приходили учиться по этой системе, и удивительно, что они настолько убеждённые, что они летают, вот я смотрел, как у них это происходит, они вот так вот погружаются в трансовое состояние, погружаются, и в какой-то момент отрываются от земли, сидя в позе лотоса, индийского полоса, ну не на полметра, они отрываются сантиметров на 3-5 и говорят так, мы сегодня на 3-5 сантиметров взлетаем, завтра будем на 10, а потом и полетим, но ежеколично качественные, как это может быть, он показывает 3-5 сантиметров, которые человек может спонтанно делать, и так вот, например, если я погружаюсь в состояние транса, внушаю себе, что руки у меня расходятся на автомате, они пошли на автомате, идя рефлекторно, и если я сижу в подмассане, представляю, что взлетаю, то мои мышцы тоже самое, по этому же принципу, идя рефлекторно, включаются, одно дело на 5 сантиметров, а другое дело полетим, это же две разные реальности, это вот люди, когда смотрят на это, заворожено. Самое главное здесь, что в этом направлении идет поиск, вот это самое главное, а когда-нибудь на кого-нибудь искра Божия упадет, и он сделает первый шаг. То есть речь идет о том, чтобы создать для этого условия. Конечно, вот это самое главное. Но я еще вот этот же философ Махариши под эгидой ООН там пытались, воевали вот сомалийцы там, с эритрейцами, эфиопами и так далее. И они проводили, и наши, почему я знаю, наши тоже советские эксперты участвовали в этом. Они там били-били друг друга, резали и так далее. Они собирают, сейчас цифры не помню, то есть по 100 человек, или даже, по-моему, второй эксперимент, по тысяче человек с одной стороны, с другой, и начинают вот работать с враждующими сторонами. Рассказывают, что как вот там эти, те же эритрейцы, там, значит, ну вот как они выживали, трудно и так далее. Они такие добрые люди там и так далее. С другой стороны, об этом. И потом, значит, эксперимент. Вот они должны выходить там на какие-то позиции, на расстояние там нескольких километров, и, с одной стороны, посылают добрые мысли, чувства вот эти, пожелания вот той стороне. И та сторона – это. Это был эксперимент под эгидой ООН. И ООН дал положительные результаты. Ну, где-то года два, потом опять там. Ну, есть всегда желающие конфликты разжечь. То есть вот мысль – это очень сильная вещь. И теперь я вот о Боге, о Боге. Вот опрокинутый мир, я даю там свое понимание Бога. Вот. Своё понимание Бога. И Бог – это энергия, ну, давайте назовём разума. Если мысль – энергия наша, если вот возможность, так сказать, там, ну, влиять, и мы видим, человек посылает человеку, это даже фокусники там проводят, но не совсем это фокус, да. Вот. То, значит, мысль наша, как энергия, она улетает. Но энергия, она же структурируется, где-то плюс-минус структурируется, образует поля. И вот поле, которое собирает всю вот эту энергию, позитивную энергию, вот. Оно, ну, формирует некий такой вот банк. Я называю это компьютером. Вот как компьютер завёл, он где-то учитывает там логистику вот эту, значит, там, и так далее. Выстраивает там логику и так далее. И вот это небесный или вселенский компьютер, но не вот этот железный, потому что в этом самом мощном компьютере не учитываются наши чувства, наши эмоции, наш интеллект, а это всё энергия. И вот в этот огромный вселенский компьютер, вот, или околоземной, может быть, то, что ноосферой называл, и Шарден, и наш Владимир Иванович Вернадский. Вот, это компьютер, но он живой, потому что туда вписывается. Я говорю, вот, ну, я так говорю, что, наверное, все добрые мысли, все чувства наши ощущения, вот эти всплески радости и так далее. И вот это есть Бог. А что мы выходим к Богу? Ну, покрестился там, попросил денег и так далее. Это не учитывается. А вот посмотреть на наши церкви, да даже на мечети. Вот, ведь они сделаны таким образом, что батюшка вот ведёт как бы, и все начинают мыслить и устремлять эти мысли туда, в космос, в этот компьютер. Да плюс всё плазма свечи, она как бы вот и концентрирует вот эти все мысли в энергетический луч и ускоряет, усиливает его. И вот мы идём, обращаясь к Богу, и вот надо проводить на себе эксперименты. Я могу сказать, как и по здоровью, и по, значит, там, чтобы ограждать себя от всяких этих негодяев, помыслов там плохих и так далее. Всё это реальность, но в основе энергия, в том числе энергия Виттонов, которые мы не научились ещё измерять или нам сознательно не дают, вот закрывают. Как только что изобретём первое, что надо делать оружие, чтобы убивало там не одним выстрелом очередь, затем, значит, оружие, чтобы сразу там мощно, затем только открыли сущность ядра атомного, что первое, бомбу делай. И сейчас всё так же идёт, поэтому не всё нам дают. И вот здесь энергия, вот эта разрушительная энергия, вот эта злая, теневая и так далее, она сегодня превосходит. И превосходит прежде на уровне мыслей, на уровне сознания. И Россия – это святая страна. Вот я отрабатываю по каждой мировой цивилизации, вот я отрабатываю культурно-цивилизационный код, задаётся, задаётся. И дальше матрица, вот матрица, которая формирует поведенческую модель человека, общества, государства. И в нашей истории, вот у меня вот этот 800-страничный труд, ну и последующая Россия или Московия, я как раз вот сами исследую вот это, убеждая в чём-то, что-то опровергая. Так вот, у России культурно-цивилизационным кодом, Танилевский говорил, он не писал об этом, а есть, говорит, высший нравственный код, как высший нравственный смысл, дающий основание поведенческой модели или системе ценностей. Так вот, у нас совесть. Совесть. Дальше идёт совесть, святость, справедливость, честь. Вот она, наша модель. Наш ислам. Я с Путиным там встречался, даже летели там вместе, я ему как раз говорил, что мы, там в Индии. Я говорю, Владимир Владимирович, вы знаете, куда мы летим? Да, вы мне говорили в стратегическом союзе. Я говорю, нет, я не говорил этого. Ну как, ну как? Я говорю, геополитический союзе 21 века. Не в ВВП там, не всё это, а по культурно-цивилизационному коду, вот, ну, по системе ценностей, она нам близка. Но ближе всего, вот, наш российский ислам. Мы со студентами, у нас студенческая там лаборатория была, потому что у ислама не совесть, культурно-цивилизационный код. Это я вот как результат моих исследований. Но культурно-цивилизационный код исламского нашего мира, ну, и большинство, долг, долг, а дальше долг, совесть, святая справедливость, честь, вот. Не возразите мне. И поэтому вот долг, совесть, они, значит, ну, как бы сопрягаются. То есть, Запад, или там морская цивилизация, мы говорили, у них нету этого. Совесть вообще они, англичане даже перевести не могут нигде. Вот. У них, вот, это морская цивилизация, континенты, там, горы и так далее живут своим трудом, вот, и зарождались. И поэтому труд, поэтому нет такого желания захватить там земли и так далее. Морские цивилизации живут добычей. То, что не сеял, то, что не пахал, идут, ловят и так далее. Да. Это как пираты, да? Да, у них Европу подчинили, сейчас Европу, так вот, у них культурно-цивилизационным кодом, который приперся к нам, является выгода. И дальше выгода, экспансия, насильственность. Торговые цивилизации еще обман. Ну да, там же говорят, если ты умные, где твои деньги? Ну что, я вот предлагаю, наверное, так, сегодня уже много сказали, вопросы, наверное, поступят. Поступят вопросы. Послушайте, вы выложите, и давайте в зависимости от вопросов вернемся к этому обсуду. Вы сказали, Игорь Николаевич, очень важную мысль создать условия, чтобы у людей появились намерения. А вот я как раз этим и занимаюсь. Да, да, создать условия. И вот сейчас вот обеспечить энергии всех. Я очень интересно раскрыл панорамно, сколько точек взаимопроникания может быть в умы людей, и что такое Бог, и что такое инстинкт, и что такое выбор. Мы сегодня достаточно много, много. Леонид Григорьевич, очень подробно и понятно. Очень понятно. Посмотрим, как публика будет реагировать. Посмотрим, сколько людей, я абсолютно уверен. Вы в Москве предполагаете быть? Ну, когда возможность появится, да. Пока возможность такой есть. Пока нет. Вы в Крыму, да? Да. Если буду, обязательно загляну. Хорошо, хорошо. Мы как-то потом скорреспондируемся и еще встречу провести. Ну, вот нет. Я сказал, что зададут вопросы. Да, да, да. И в зависимости от этого мы в этом направлении будем делать. Спасибо. Я говорю, я единственный, сейчас я напоследок мысль, единственный, кто вот геополитику преподавал в ведущих вузах почти 20 лет там, да. Вот. И я студентом, вот студенточка, студентка, особенно, вот я говорю, у кого есть там, ну, вообще жители большинство жили, вот и в лингвистическом, особенно в МГИО. Я говорю, у кого есть цветы, какие и так далее, расскажите мне про ваши вот цветы, дома ли и так далее. И вот девочки там говорят, да вот у нас там, значит, они в комнате втроем там жили, девочки, говорят, и у нас вот не цветут, вот должны, я говорю, они должны, да, расцветать. Я говорю, а вы приходите и поговорите с ними, просто ласково поговорить, включите им музыку. Они так смотрят на меня, через две недели прибегают, кричат, Леонид Григорьевич, сразу зацвели цветы. Это вот сила мысли, энергия. Вот. Поэтому вот начинать нужно вот разговаривать с домашними животными, разговаривать с растительностью. И, конечно, нести вот этот добрый подход, желание сделать доброе дело. Вот это основа, доброта, сопряживательность, сочувствие, созвучие. Вот это главное. Да, вот это. И начиная с подъезда прямо, и идите с этим добром. Да. Спасибо вам искренне. Спасибо, Леонид Григорьевич, что нашли время. Да. Всего доброго. До встречи. Спасибо вам очень. Всего доброго. До свидания.